Из получения святаго Иоанна Затаустова на послание апостола Павла к римлянам. Ты не подвергай ненависти, но слезами и милосердием воздавай злоумышляющему, потому что такой заслуживает нашего сожаления и слез. Ведь мы рабы того, кто целовал предателя. Я никогда не перестану повторить это. Кто произнес слова нежнее самого целования. Господь не сказал Иуде, скверный, вселукавый предатель, такую ли воздаешь ты нам награду за столько благодеяний. Но что говорит он? Иуда, то есть называет его по имени, что свойственно более сожалеющему и призывающему, чем гневающемуся. Он не сказал так же предаешь своего учителя, владыку благодетеля. Но говорит, предаешь сына человеческого. Хотя бы, я и не был твоим учителем и владыкой, но можно ли предавать того, кто расположен к тебе так милостиво и искренне, что целует тебя во время предательства, когда целование служит знаком предательства? Благословен ты, Господи! Какого смирения, какого незлобия ты показал нам пример? Так поступил Христос Иудою, а в отношении к тем, которые пришли с дреколями и мечами, он поступил иначе. И что может быть скромнее сказанного им Господом? Имея возможность сразу всех их истребить, он не сделал ничего подобного, но вступает в разговор, чтобы пробудить не их стыд, и говорит. Как на разбойника вышли вы с мечами и колями? Матфея 26, 55 Поверзший пред собой на землю, когда они лежали без чувств, он добровольно предал опять себя и спокойно взирал, как они возлагали узы на святые руки, хотя мог все мгновенно поколебать и не спровергнуть. А ты и после этого жестоко обходишься с нищим. Если бы он был виновен в бесчисленных преступлениях, то достаточно его бедности и голода, чтобы смягчить твою душу, если она не слишком огрубела. А ты стоишь, как зверь, уподобляясь гневному льву. Но и львы никогда не могут кушать мертвых тел, а ты, видя человека, истомленного множеством зол, наступаешь на лежащего, терзающего тела бедами, присоединяешь бурю к буре, и прибегшего к пристани, ударяешь об утес и подвергаешь крушению, которое ужаснее морского. И как скажешь Богу, помилуй меня? Просишь себе отпущения грехов, а сам обижаясь человека, который ни в чем не прегрешил против тебя, осуждаешь за то, что он терпит голод и нужду, и превосходишь всяких зверей своей жестокостью. Звери, когда понуждают их голод, кидаются на обычную свою пищу, а ты без всякого понуждения, необходимости, пожираешь брата, грызешь, терзаешь, если не зубами, то словами, которые извительны всякого укушения. Как же ты совершишь святое приношение, когда гортань твоя обогрена кровью человеческую? Как произнесешь слово миру устами, которые полны вражды? Как будешь есть чувственную пищу, когда ты собираешь столько яда? Ты не помогаешь бедному. Зачем же угнетать? Не поднимаешь лежащего, для чего же низвергаешь? Не избавляешь от печали. Зачем же огорчаешь? Не даешь денег, для чего же оскорбляешь словами? Неужели ты не слышал, какому наказанию подвергаются и на какие мучения осуждаются те, которые не кормят нищих? Им будет сказано. Идите в огонь уготованный дьяволу и ангелам его. Матфея 25, 41. Если так осуждаются те, которые не кормят нищих, то какому подвергнутся наказанию те, которые не только не кормят, но еще оскорбляют? Какому они подлежат мучению, какой гиене? Итак, чтобы не вожечь против себя столько зол, уврачуем этот злой недуг, пока имеем власть и обуздаем язык свой. Не только не станем оскорблять нищих, но будем утешать их и словом, и делом, чтобы уготовить от себя многое милосердия и получить обетованные на благо, достигнуть которых дадарует Бог всем нам благодатью и человеколюбием. Аминь. Аминь.